Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса – одно из ключевых направлений в работе администрации. На данный момент на стадии реализации 18 инвестпроектов на общую сумму почти 27 миллиардов рублей. На инвестиционном части в администрации рассмотрели еще два бизнес-предложения. В баню на Руси начали ходить еще в 5-6 веке, и до сих пор эта традиция продолжает существовать. Но для тех, кто не может позволить себе построить собственную баню, сегодня продолжают работать бани общественные. Такие есть и в городском поселении Фрянова. Правда, состояние у них плачевное. С предложением восстановить важный для местных жителей объект на инвестиционном части выступил инвестор. Наше предложение какое? Мы бы взяли даже с какого-то дня на себя полностью обслуживание этого комбината с частичной реставрацией. Это внутренняя полностью отделка, это коммуникации внутренние. На данный момент объект прибыли фактически не приносит из-за дорогостоящего дровяного отопления. Однако комплекс пользуется большим спросом среди определенных слоев местного населения. Администрация окажет инвестору необходимую поддержку при условии социального обременения. Понимаем, что объект невостребованный, достаточно высокую социальную ответственность имеют эти объекты. Но для инвесторов они неинтересны, потому что малорентабельны. И поэтому мы здесь увидели заинтересованных социальных инвесторов, для которых может это являться смыслом жизни. Они берут на себя социальную нагрузку не только по подключению, по газоснабжению и реконструкции, но и берут на себя социальную нагрузку по обслуживанию малобеспеченных слоев населения. Также на совещании рассмотрели вопрос организации на территории района частного пансионата для лежачих больных. Проект уже реализуется в городском поселении Загорянский. Однако возникла необходимость расширения. В администрации предложили инвестору здание бывшего детского дома в городском поселении Фрянова. Они в частном доме, а так мы им передадим одно или два здания, они там сделают именно пансионат для пенсионеров. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадио, компания «Щелково».